Нашел я таки свой паспорт. За комодом валялся. Видно, из шубы выпал. Раскрыл его и вспомнил, что нет в нем графы «Национальность». Еще вспомнил, что эту графу отменили на заре кооперации по каким-то правозащитным соображениям. Потом обещали вернуть с факультативным участием, но так и не вернули. Потом опросы проходили народные. По опросам получалось, что большинство народа за возвращение графы было. Но, увы, не вернули. А мне обидно. Вот возьмем нормального среднестатистического еврея. Нет-нет, да и упомянет он, что он еврей. На сложную долю еврейского народа сошлется. Анекдоты еврейские расскажут. За что ему всяческое уважение. Человек должен гордиться своими предками. Не должен скрывать принадлежность к своему народу. Ну, за исключением всяких там исторических дикостей. Типа фашистской оккупации. Фашистской оккупации сейчас нет и вряд ли она появится. Так почему евреи должны скрывать, что они евреи? А они не скрывают. Есть еврейские театры, еврейские праздники на Красной площади, где мэр всех поздравлял с Ханукой. А вот с русскими праздниками мэр не поздравляет. Точнее поздравляет, но с религиозными праздниками. С Пасхой, с Рождеством. Но вот какая тонкость Ханука, религиозный еврейский праздник. А Пасха просто религиозный. К русскому или белорусскому народу отношения имеющие непосредственное, но не исчерпывающее. Проще говоря, нет в календаре просто русского или белорусского праздника. Как графы национальность в паспорте. Видать, существует какая-то неловкость в самом существовании нашего славянского народа. Наверное, русский человек что-то очень нехорошее сделал. Разве ему стыдно признаваться в том, что он русский или украинец. Вот и Московская городская дума поспела выложить на рассмотрение закон, по которому нельзя указывать национальность преступника. А почему нельзя? Не пойму. Вот, предположим, живут среди обычных людей марсиане и хоббиты. Хоббиты живут тихо, морковку выращивают. А марсиане к насилию склонность имеют непреодолимую. И растить ничего не хотят, кроме наркотиков. Они же с Марса. Так вот, я имею право знать. Если в 8 случаях из 10 людей ножом пыряют марсиане, мне полезно знать это. Тогда с марсианами я буду себя внимательнее вести, говорить спокойнее, деньги без свидетелей не показывать. Разумеется, хоббитам я буду доверять больше. Хоббиты реже людей ножами пыряют. Но значит ли это, что я этим ущемляю права марсиан? Нет. И как может страна называться Россией, если по документам ни одна русского не зарегистрировано? Как страна может называться Белоруссией, если бы документом ни одного белорусского или украинского тоже не зарегистрировано? И не в этом ли причина фантастической путаницы с распределением прибыли за проданные недра? Если белорусского народа не существует, о каких прибылях может идти речь? Не спешите записывать меня в сумасшедшем. Я понимаю, никто никому ничего уже не отдаст. Но есть вещи, которые отдать невозможно. Русская литература, русская музыка, белорусская живопись, ну и так далее. Разрешите хотя бы к этому иметь отношение. Иногда мне хочется похвалиться достижениями своих соплеменников, а не сограждан. При всем уважении к последним. Я, например, гожу, что первым человеком в космосе был русский. Разве я этим попираю чьи-то свободы? А вот мои свободы попираются уже на уровне несоблюдения 26-й статьи Конституции Российской Федерации. Я думаю, такие же статьи есть в различных кодексах других государств. А именно, каждый вправе определять и указывать свою национальность и принадлежность. Я вот лично хочу определять и указывать. Потому что если я этого делать не буду, за меня это сделают другие. Кстати, почему я говорю в будущем времени? Давно и кто попало определяет и указывает налогоплательщик, избиратель. Видимо, этими двумя параметрами должна полностью исчерпываться моя национальность с самоидентификацией. Имею право и на большее. Это земля моего народа, а значит моя. Я не собираюсь обносить ее забором и творить беззаконие. Но это моя земля. Мне важно иметь право на это утверждение. Оно делает меня сопричастным происходящему на этой земле, побуждает к действиям в ее благо. А факт абстрактного гражданства меня ни к чему не побуждает. Кроме немольного сравнения с гораздо более выгодным гражданством Листенштейна или Монахо. Совсем забыл. Проблематика смешанных браков. А какая пардон тут проблематика. Родился в Белоруссии, дорос до получения паспорта и выбирая на здоровье. Но сдается мне, что причина лишения меня документального подтверждения национальности совсем другая. Сразу говорю, в домотовские заговоры не верю. В прострел мозга звездными лучами тоже. Ищу кому выгодно и никого не нахожу. Никому не выгодно. Вот тут-то и пронзает мой разум догадка. А вдруг нас, белорусов, русских или украинцам, действительно нет? Может в истории существует некая точка невозврата для нации, окончательно утратившая свою индивидуальность? Если так, то стоит искать юридическую форму поддержки. Остатков исчезающего этноса. Пятую графу вернуть. По факту принадлежности к своему народу. Налоговую петлю ослабить. И от уже упомянутых сериевых придатков все-таки денежное вспоможение надо оформить. План не самый величественный, но справедливый. Кувейт опять же. Будем себе на берестяных рожках дыгнуть здесь, водку ведрами глушить, да черную икру фидовскими ложками кушать. Если, конечно, хотя бы нашу одну тысячную от российской нефти до газа на спирт книжку перечислить. Но у каждой страны свои национальные доходы. Я так понимаю, что перечислять доверят как раз тем, кто пятую графу не запомнит. А они существа необязательные и бездушные, как наша конституция. По скриптам. Иные умники смеются над председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным, который предложил восстановить на Украине в паспортах графу национальность. Напрасно смеются. Если его послушать, то и украинцы в истории останутся, и Степан Бандера в истории останется как национальный герой.